в нитшеведении очень много эзотерик всякие нателлы сперманские там и прочее то вот и заранее из буддизма нет ни одного из дела шопенгауэра шопенгауэр спиздила буддизма все правильно но не только у буддизма но из индивидских всяких традиций даже вот эта идея вечного возвращения это как раз скорее древняя вообще она упирается она упирается в дионисийские мистерия культ диониса это фракийский поэтому кстати некорректно называть нитши шопенгауэр европейской философии потому что у них не европейский бэкграунд совершенно но фракийцы это албанцы поэтому это европа а ну тогда нормально я помню в одной из как это называется трансляции по моему или в конференции где-то говорили что у азиатов очень скупая философия ну вот пожалуйте вам буддизм там все было было ну бля про азиатов конечно жестко ну название азиатской философии обычно не используется но это звучит странно а швидше ну этот как в юм а я не говорил что азиат философии не у азиатов у них очень наоборот расширен у них очень сложная философия многообразная просто дело в том что у нас как правило люди которые занимаются философии они мало что знают именно про азиатскую это правда я же правда говорит от софи у нас не изучают именно азиатскую философию нас изучает допустим азиатскую культуру всякие встоковеды и прочнее у нас есть кафедры исследования собственно философских традиций востока ну например в спбг но это не самые частые кафедры и честно говоря в основном на этих кафедрах специалисты то основные собираются по данным темам то есть это довольно узкая тема востоковедение на суммежность философии которая по сути то ну не очень многим интересно то есть да есть отрасль который все это исследует но там буквально несколько очень громких специалистов остальное как-то вот уже в тени находится у нас мало толковых буддологов которые вот могли что-то долгу вот еще проблема не буддологов то у нас может быть и много нормально толковых а вот чтобы буддолог да еще и в буддийскую философию нормально залетел потому что разница разница тут довольно большину как большая небольшая но одно делает когда мы практики определенные делаем да и определенную традицию в общем-то проповедуем а другое дело когда мы разбираем логику того же дигнаги какого-нибудь да тоже логические заходы буддистов потому что ну во первых да напоминаю что в индии был свой формат логики и дебатов с одной стороны да то есть не я и логика не школа школа не короче она в общем-то взяла и замутила себе в общем-то свою собственную логику и своя собственная логика разделилась почти между всеми даршинами но и буддистам видимо это не очень сильно понравилось они начали разрабатывать свою альтернативную логику с другой стороны у джайнов тоже свои логические всякие теоретики были и вот у нас получается вот такая богатая картина в которой разные школы индийские собственно внесли лепту в культуру дискуссии индийской который кстати намного сложнее именно культура дискуссии в индии значительно сложнее чем европейская наверное даже до сих пор вот но если европейских дебатах даже егор погром сможет участвовать как говорится да хотя уже не может вот в индийских дебатах не тут и маргинал бы ежи хуйба они поучаствовали они просто летели бы на первом круге обсуждения вопросов просто потому что у них собственно есть такая вот черта что они не очень любят понимать концепции своих оппонентов и вполне могут короче на этом уже прогореть а это уже как бы проекта не логическое правило это правило аргументации что после трех в общем-то непонимания позиции оппонента когда судьи и и поняли эту позицию да ты уйдешь нахуй ты проигрываешь там автоматически там есть короче автофолы особенное после которых ты проебываешь то есть строите себя дурака и говорите я не понял что вы тут говорите я не понял что вы тут говорите но не получится если все понимают только ты не понимаешь значит и долбоеб до свидания соответственно вот ну ладно поехали но дело не только в индийской логике делаю еще в доказательствах разных индийских концепций позиций которые тоже плюс-минус шли по пути своеобразных таких аргументов которые так или иначе что-то пытались в общем-то продемонстрировать ну и практика как тоже своеобразный аргумент к чему-то использовалась да то есть мы там практических своих в общем-то путешествиях извлекли вот такую информацию чуть не делать доказывать можно рассказывать можно как и аргументировать еще более того индусы очень четко понимали разницу между доказательствами для себя и доказательствами для другого то есть доказательства для себя это прежде всего доказательства которые вы получаете во всяких практиках медитациях и прочих вещах да то есть делайте определенные концептуальные в общем то что-то концептуальное для себя очевидным с помощью медитаций это доказательство для себя преимущественно а вот доказательства для другого это логика как раз неожиданно то есть вы по другому же не можете заставить другого человека испытать тот опыт который вы испытывали поэтому надо апеллировать собственно аргументами фактами и лоджик короче как то так кстати мне такое разделение более понятно потому что на убеждение где-то они так и работают люди к себе логику применяют реже чем к другим то есть даже вот у нас европейской культуре по факту так получаются в теории мы должны быть очень внимательны к своим теоретическим концептом могут одинаково подробно как и к своим так и к чужим но она папа на практике оказывается совершенно наоборот то есть почти каждый чек который считается рационалистом ну там рационалистом любителям анал философии прочего да он скорее всего имеет такую установку что ты ему все все должны доказывать он считает что его доказательства они уже нормальные они очевидны они целостные они последовательны они хороши а все вокруг разъебаны уничтожены как дешевки и все они все все его оппоненты должны ему все доказывать с помощью нерушимой логики иначе но они просто нахуй идут по его же мировоззрению вот то есть по факту да то есть по факту индусы уловили вот эту тонкую грань между доказательствами для себя и доказательствами для другого и показали что-то принципиально разные штуки а у нас европе ну такое 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 разграничение просто принципе не особо проводится то есть по-хорошему вы для себя для другого одинаково должны все доказывать неожиданно супрематизм там то же самое что посланец да там все было вообще богатая как настолько богатейшее культурное наследие причем если мы берем азию то это именно не китай арабский мир а именно полуостров индостан вот у них там все было действительно вот маргинал просто не читал буддийских источников поэтому он думает что какая-то примитивная вера на подле я я не думаю что она примитивная думаю что когда мы называемые философией мы проецируем нашу европейскую культуру на них прежде всего а философия это евро с а еще мы взяли что философия это европейское явление это во первых на вторых какое определение философии давайте зайдем с нескольких сторон да ну с продуктивным мышлением все понятно продуктивное мышление везде было и если мы под философии понимаем продуктивное мышление то философия везде если мы под философии понимаем определенные практики доказательства причем не обязательно логику да то опять же и китайская индийская философия подходит под определение философии и ближневосточная тоже потому что там как раз определенные подходы к доказательству своих положений присутствовали неожиданно то есть я понимаю что маргинал например может быть с утра там не читал ему может быть похуй на это все но честно говоря уровень плюс-минус вот этой вот этой доказательности не уступает многим европейским философам с учетом что подавляющее большинство философов конечно может лес с учетом что большинство европейских философов но они не то чтобы очень сильные логики на самом деле то есть честно говоря ну то и ну вы бы вы сами можете почитать практически любого философа и разобраться в том что он там с аргументацией не все так четко последовательно математично дай бог вот у спиноза хорошо там дай бог еще у кого-нибудь хорошо но у того же картезия уже похуже будет например у того же бэкона тоже уже похуже будет в этом плане это это вообще вершина как бы тоже это неплохие ребята с одной стороны величайший рационалист с другой стороны эмпирик который собственно индуктивную логику нам в общем-то начал разрабатывать нормально на нормальном уровне а энигматон нет инженерии это не продуктивное мышление скорее продуктивная деятельность вот вот чем разница слова мышление здесь как раз очень хорошо подобрано в том плане что это произведение всяких мыслимых конструктов то есть номинов вот поэтому я слово мышление использую до под инженерии я не могу никак понимать продуктивное конкретно мышление но я могу понимать но вообще давайте так инженерия она может быть как продуктивная так и репродуктивная потому что это практическая деятельность да есть репродуктивные инженеры которые просто занимаются изготовлением того что уже было есть изобретатели которые создают что-то новое вот изобретать что-то новое это не продуктивное мышление это не мышление в данном случае будет но это продуктивное это продуктивная способность безусловно но эта продуктивность проявленная в области практики не номинальная до структура получается здесь а именно феноменальная что ли практическая нет философии от любовь к мудрости если они мудроства у ними какими-то занимались так нет тут опять же нюанс мудрости не мудрости но опять же то есть смотрите я напоминаю что мы маргинала в итоге загнали нам в итоге где в итоге наших дискуссий загнали его в угол блять ему пришлось в общем то сказать что философы это только те люди которые использовали формальную логику формальная логика но в лучшем случае появилась со времен фреги следовательно но маргинал сам признать что до фреги философов не было юм аристотель и все остальные это наивные какие-то персонажи да по наивным языком как признал маргинал являются они не философами в таком случае следовательно получается что не было ни европе из смотрите для того чтобы признать что не было никакой восточной философии маргиналу приходится отказаться от всей блять философской традиции до фреги минимум фреги там еще раз там еще все остальные короче аналитические философы приваете вот только они философового представления оказывается айда и маргинал уже еще важно сказать что континентальная философия не философия неожиданно ну блять а хули вы хотели и ввиду этого он доходит до парадоксального тезиса философами являются только те философы которые пользуются формальной логикой и следовательно это только аналитические философы по большей части дальше просто пути особые нет ну окей прикольно но если мы смягчаем собственно требования к доказательствам то есть нам не обязательно пользоваться формальной логикой как оно и было в философии да то есть формальной логикой пользоваться не обязательно, потому что ее до определенного момента вообще не было, во-первых, да. Ну, были силогизмы Аристотеля, но и то ими можно было не пользоваться. Огромное количество современников Аристотеля нахуй слали Аристотеля с его мудрствованиями абстрактными. Кому они были, по сути-то, интересные. Ну, кроме перепатетиков, может быть, платоников, может быть, кого-то еще, может быть, стоиков, да, которые тоже логикой занимались. Вот. Но по факту в античке логике было уделено, ну, какое-то место было уделено, но далеко не все школы были нацелены на логику. Да и впоследствии оно точно так же и получалось. Да и тут мы... Да мы Жан-Жака Руссо называем философом. О чем тут говорить? Мы называем философом Жан-Жака Руссо. Почитайте тексты Жан-Жака Руссо. Он апеллирует к эмоциям, я не знаю, чаще, чем поэты, чаще, чем прозаики. Это... Ну, вот-вот-вот, ребята, просто задумайтесь. Почитайте, кого мы называем философами. Давайте Канта почитаем. Где у Канта там большие целостные логические доказательства, где все истекает из всего? Да нигде, блядь. Он берет, постулирует одно за другим какие-то, в общем-то, концепты. И в этом плане, ну... Там тоже нет целостной логики. Там есть некоторые попытки что-то доказать, там, через его 100 таллионов, там, еще через что-нибудь. Там есть попытки, там есть заходы к доказательствам. Но по факту, человек, который видит в этом какую-то мега-супер-скрытую структуру, крутую, ну, у него шизофазия, скорее, шизофрения, по-моему. Философы далеко не все доказывали. Я не уверен, что с тем количеством вот этих, вот этой системы, которую они выстраивали у себя в голове, вот с той сложностью системы, можно было хоть что-то доказать. Гегель, как философ, у Гегеля почти все, что он пишет, не доказано. У него книги, вот эти огромные книги Гегеля, это пересказ его гигантской системы, по сути. Это только пересказ системы, да? Вы просто вдумайтесь, это еще не доказательство системы, это просто ее пересказ еще. Что еще? Кого еще? Штирнер, понятно, Шопенгауэр. Кстати, у Шопенгауэра, кстати, есть неплохие аргументативные заходы. Шопенгауэр тоже не везде доказательствами занимается. Но относительно Шопенгауэра, у него есть определенные достижения, во-первых, в логике, что его уже ставят, да, куда-то там поближе, может быть, к философам, по маргиналу. У него есть неплохие заходы в аргументации, прям вообще в классической аргументации для его времени. Это все еще не фрегик, конечно, но все же. Ну, ниша, как философ, тоже тогда не особо смотрится. Хайдеггер тоже плохо смотрится. Но, опять же, понимаете, блин, если мы будем доебываться до вот этой логики, мы просто срезаем больше половины философов за всю историю Европы. Европы, Европы, господи, Европы, как? Как мы вообще можем быть? То есть историки философии больше чем наполовину исследуют хуйню, получается. И не понимают, что такое философия. Маргинал вам уже рассказал об этом, что она есть такое, да. Я считаю, что это вполне себе тоже философия. Более того, у них философия более зрелая и развитая была, потому что они не занимались решением таких инфантильных вопросов, решением которых занимались, например, европейцы. А вот в этих инфантильных вопросах и заключается философия, как таковая. Лол. То есть можно ли там перейти путь, если его надо делить пополам, постоянно и так далее. Проблема заключается в том, что те же буддисты решали такие вопросы. Неожиданно, да. Давайте тогда возьмем просто текст с вопросами Линды, соответственно. Да, тоже буддийский текст из канона, получается. С трех корзин. Короче, три корзины, три питака, известный текст. Да, собственно. Три корзины, это... Слушайте. Слушайте, давайте так, да. Три питака, это гигантское собрание сочинений. Просто вот текст на английском языке в переводе от земли вот по росту вот такой будет. Все собрание сочинений, я вот видел его. Оно вот такое вот... Там огромное количество книг. Оно с меня ростом, наверное, будет, если их все вместе собрать. И там есть один небольшой текстик вопроса Мелинды. В принципе, что-то вроде философского диалога по типу, опять же, платоновских. Кстати, до Платона, возможно. Кстати, не исключено, что до Платоновское вообще произведение. Ну, или такое смежное по времени возникновение с Платоном. Хуй его тут знает, на самом деле. Вот. Ну, вот-вот, где-то вот. Оно вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. До нашей эры, вероятно. И, соответственно... И, соответственно... Кстати, я здесь могу ошибаться по дате. Могу ошибаться, могу просраться. Если кто-то проверит, наверное, он будет правее меня в данном случае. Ну, так вот. Вот там и обсуждаются все... Ну, хотя нет, 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 нет. Скорее всего, как раз время уже Аристотеля. Аристотель и чуть-чуть попозже. Скорее всего, да. Ну, все равно около классической эпохи философии. Скорее всего, да. Потому что там взаимодействие с некоторым греческим царем. То есть, буддист взаимодействует с греческим, в общем-то, царем. И объясняет ему всякие парадоксы, связанные со временем. И там тоже вот эти вот соотношения, деления, опори своеобразные, буддийские, тоже присутствуют. И в этом плане маргинал, ну, опять неправ, просто оказывается. К сожалению, да. К сожалению, маргинал опять неправ. И опять это оголяет его абсолютную неначитанность восточной всякой тематики. И меня поражает, насколько люди смело высказываются про то, что восточная философия не философия. Вот это вот, в этом и есть фишка европейской философии. Притом по тем вопросам, когда это есть фишка философии европейской, там, да, например, вообще философии в целом. И проблема заключается в том, что мы можем легко найти совпадение неожиданным. То есть, какие-нибудь опори, парадоксы, сложности, это не было, это не было спецификой европейской философии. Не было. То есть, это было и в Китае, это было, ну, в Китае хер знает, конечно, но это было в Индии, точно было в Индии, как минимум. Вообще, как философия-то появилась? В принципе, греки, они посмотрели на своих математиков и обнаружили... Анигматон, вот с японцами сложно. Я японцев не знаю практически. Неужели что? Оказывается, в уме... Хотя ни одного не назову даже. ...может придумывать всякую срань, которая потом работает, что-то объясняет, помогает и так далее. То есть, вот математические формулы. Вот так оно и было, вот прям вот так вот оно и было. Один в один, в один оно так и было. Николай спрашивает, восточная философия развивается вообще, ну, до определенного времени развивалась. Да сейчас в каком-то виде развивается. То есть, если, в принципе, мы сейчас посмотрим на ту же китайскую философию, с китайской мне проще, потому что я хоть что-то понимаю в ней, в контексте современности. Да, у меня тут и синологи были разные на стримах, мы с ними общались и все такое. Короче, у китайцев развитие сейчас происходит в слиянии с европейской философией, получается, это во-первых, и прежде всего с марксизмом. И там очень хорошая фишка случилась в том, что, ну, диалектика, да, то есть, тезис-антитезис-синтез, и теория иньян, соответственно, очень хорошо друг на друга насадились. То есть, всякие даосские такие представления с иньим и яном, ну, и, кстати, они в конфуцианство были включены позже. То есть, происходило постоянное вот это вот слияние, эклектика философских течений, там и даосизм по-своему преобразовывался, и, собственно, жуизм, то есть конфуцианство преобразовывалось по-своему. И в итоге всё начало пересекаться ещё и с марксизмом, который очень неплохо лёг на всю вот эту вот структуру, и в целом, ну, как-то получилась такая вот комплексная, целостная, в общем-то, тоже философская, ну, не система единая, скорее, несколько философских таких возможных заходов по скрещению марксизма, конфуцианства, возможно, даже буддизма. Я не знаю, насколько они плохо к буддизму относятся, но вот конфуцианство-то, да, там присутствует в культуре, вот. Приветствую, Фридрих Младший. Так что здесь оно как-то вот так. Ну, вообще, на протяжении огромного количества времени, начиная с древности до уж точно средневековья, причём довольно позднего средневековья, китайская философия развивалась, да, конфуцианство развивалось активно, даосизм развивался активно, постепенно переходил в религиозные разные направления. А внутри религиозных направлений появлялись уже так называемые философы, которые пытались аргументировать, которые пытались спорить, которые пытались дискутировать со своими оппонентами. Ну, у китайцев это более специфический способ дискутирования, а вот непосредственно в Индии, по соседству, недалеко всё было так вообще с этим в этом плане очень легко, хорошо и прекрасно с точки зрения аргументирования. Как тебе, Куаны? Нормально? Для людей, которые впервые вообще в истории увидели математические формулы, не прикладную математику, да, как у египтян, да, у шумеров, была уже у китайцев каких-нибудь, была уже к тому времени математика. Прикладная, решённая подбором, не такая математика, а математика, которая настоящая, которая абстрактная действительно. Это действительно вводит в религиозный ступор людей, в принципе, на раннем историческом этапе её формирования, поэтому так они подумали. Да, вот так они подумали, вот так вот они подумали. Это ещё, наверное, документировано, и они такие, так вот подумали, а аргументов-то не будет, и источников тоже не будет, где они вот так вот взяли и вот так вот подумали. Ну да. Просто взять и в уме вообще объяснить всё. Не обязательно всякие количественные отношения и прочее, а в принципе всё. Что такое бытие, небытие, движение и так далее. И так появляется так называемая метафизика. Ну, на мой взгляд, здесь проблема заключается в том, что задолго до возникновения математики у нас мифология имеется, которая занимается смежными областями с физикой, метафизикой и не только. И не только с ними, этикой по-любому, политикой даже. Ну, то есть, проблема-то основная, на мой взгляд, заключается в том, что у нас недостаток источников более древних цивилизаций по сравнению с греческой. То есть, мы не можем читать какие-нибудь возможные потенциальные философские тексты каких-нибудь возможных египтян. Притом, важно заметить, что у того же Диогена Лаердского есть ссылки на некоторые такие, на некоторые таких персонажей, которых он, по его мнению, мог бы назвать философами. Ну, конечно, с учётом, что они не греки, конечно, они греки не могут быть философами, там такое, да. Но при этом он всё равно перечисляет имена людей, которые были за пределами Греции и до греков. Вот. Смотря что вы наукой называете, Вавилон. Так вот, которые хоть как-то вот с чём-то, в общем-то, объединялись. В этом плане, наверное, мифология более целесообразно смотрится, как, собственно, один из главных претендентов на возникновение философии. То есть, без мифологии, наверное, философии, ну, ну как, я бы, я просто для себя бы сказал, что я с трудом отличаю мифологию и философию. На мой взгляд, философия – это просто попытка доказательства мифологии разных форматов. Вот так вот, скажем, да, это попытка доказательства разных мифов. Вот. А мифология, выписанная из философии, ну, маргинал её не учитывает как философию. Я, например, вполне готов был бы согласиться, что мифология и философия плюс-минус коррелируют, по крайней мере, по тем вопросам, которые они решают. Можно, конечно, сказать, что по методам нет, но, блядь, слушайте, а чё, чё философия было? У нас Фиденбург, блядь, был. Чувак просто спать ложился и видел шизосны, и потом говорил, вот так вот мир там, ангелова, там вот на небесах так обитают. То есть, у нас есть чел, как бы в эпоху просвещения, который буквально видел шизосны. Чтобы вы понимали, у него шизовы видения были, где он описывал миры, там, ад, рай, где ангелы, там, вот это вот всё, бога видел, там, триединство разъёбывал, кстати, божественное, через вот эту вот всю штуку. То есть, Шуе, вот вам Сиденбург, он, вон чё, не мифологией занимался в этом плане, у него там и нарратив, у него там и описание вот этих вот небесных всяких штук, и он называется философами. Философ в эпохе просвещения, добро, добро, блять, пожаловать в философию. Там ещё всякие шизомистики у нас есть, всякие бёмы, там, небёмы, там, Джордана Бруно, там, всякие другие персонажи. Персонажи, да, у которых была иногда математика, только это математика из разряда типа нумерологии какой-нибудь, магии, астрологии, всего вот этого вот остального. То есть, переплетение разных научных, математических, мистических, там, практик, озарений, интуиции, вообще всего, чего только можно. Если мы посмотрим, кого мы вообще философами называем, ну, тут, тут просто голова может кругом поехать от того, какой широкий круг методов они использовали, и логика в среде этих методов стоит, ну, не на первом месте. И даже я не уверен, что там какая-то доказательность идёт, ну, имеет какой-то смысл. Я вам сейчас честно скажу, ну, например, если бы какие-нибудь гойгаевцы, какие-нибудь гойгаевцы жили бы, допустим, так, веки, так, в 15-16, допустим, да, мы бы их вообще без проблем могли бы философами назвать плюс-минус. Ну, для своего времени вполне так себе. Вот они взяли, прочитали Гермеса Тресмегиста и стали великими гуманистами, и, короче, пошло-поехало. Вот они теперь величайшие философы, которых сожгли на крастре, возможно, а может быть и нет. Не исключено, что нет. Лизарда могли бы философом назвать, это где-то в то же самое время, плюс-минус. Человека буквально приблизительно с такими же убеждениями, как у Лизарда, тоже можно было бы назвать философом. К Лизарду, кстати, никакого неуважения не проявляю, респект и уважение Лизарду. Но просто на всякий случай, на всякий случай проясняю, что наше понимание философии вообще в целом, да, если мы попробуем обозреть всю вот эту историю философии сначала и до конца, мы не найдем общего, наверное, ничего общего у разных вот этих вот заходов философских. Слишком много, слишком разного, слишком неоднородного. Да. ...будет названо метафизикой. Я уже много раз объяснял, что причуда этого термина, метафизика, в том, что его, в общем-то, никто не придумывал. Он сам появился. В том плане, что у Аристотеля был некий труд, которому он описывает так называемую первую философию. Да, и забавно так получилось, на самом деле, что нередко слово метафизика красиво трактуется как сверхфизики, надфизикой, да. И очень удачно получилось, что вот когда люди обозначали таким вот образом труды Аристотеля, физика и метафизика, да, очень красиво получилось, что ей можно вот такую вот надфизику изображать, сверхфизику. Очень-очень удачно вышло. Этот труд, он, скорее всего, имел какое-то название, но название не сохранилось. И когда римляне классифицировали его работы, они указывали, что эта работа идет после физики, потому что по содержанию этой работы было примерно понятно, что она после физики Аристотеля идет. После физики получается та мета, та физика, насколько я помню. Вот, ну вот, собственно, так и получилось, что эта работа называлась метафизика в поздней латыни уже. Ну, а впоследствии любую хотя бы отдаленно похожую философию стали называть метафизикой. И это слово таким образом, ну, действительно, это специальный термин, который ничего не означает. Специстическое такое явление обычно... Ну, как, впоследствии-то он начал много чего означать, но ладно. Специальный термин, он обозначает что-то специфическое. Вот там, я не знаю, какое-нибудь латинское название какой-нибудь мухи, но он обозначает именно эту муху. Ты ее можешь взять и показать. А если ты не можешь ее взять и показать, наверное, это не специальный термин просто, а какое-то слово, типа там, штука и так далее. Что такое штука? Ну, можно показать примеры штук, но объяснить, что такое штука, нельзя. Потому что если я тебе покажу кепку, ты будешь думать, что штука это кепка. Правильно? Но штука не сводится исключительно к кепкам. Ну вот. А как это связано с буддизмом? Как-то отклоню. Сакрамар, как всегда, овнет. А красавчик. Отклонились от темы. Отклонились, да. Да, ну так вот, всякие метафизические приблуды в западной философии. Так и у буддистов своей метафизикой. А вот то, что вы называете своей метафизикой, это не метафизика. Это как, знаешь, когда говорят... Стоп, он сказал, что метафизика ничего не значит. Только что. Так как у них тогда своя метафизика может быть. Нет, если под метафизикой мы понимаем общие вопросы, которые находятся над физикой, вот, да, выше физики, сверхфизики, ну тогда у буддистов она тоже есть. По-моему, мега очевидна. У русских у них своя логика, блядь, на бутылке сидеть, как бы, и нихуя не делать, то есть, ну, да. Ну, окей, аналогия не аргумент, а окей, поехали дальше. Это замечательно. Русский, да, знаем. Нет, это просто попытка приписать к культуре, у которой чего-то нет. Чего нет? Чего нет? Попыток описывать что-то сверхфизическое, сверхнаблюдаемое, да, как нехуй. У буддистов просто как нехуй, там просто тонны такой информации. Разных школ, причём разные. Ей, как будто это у неё есть. А вот, вот, культурный расист. Ну, вообще, да. Ну, на самом деле, расизм заключается как раз наоборот, в проецировании европейских категорий на остальные культуры. Что? Не всегда, ну, не всегда формально логические, потому что в Европе это тоже не всегда формально логические доказательства, которая опиралась на какие-то доказательства, на попытки как-то приоткрыть истину, как-то кроме, там, не знаю, слова авторитета. Да, вот в Индии было такое доказательство от Шабды. Шабда это авторитет. Шабда чаще всего обозначает доказательства от священных источников, то есть от Вед. Да, но помимо этих Вед, необходимо было предоставить другие источники познания. Понимаете, в чём дело? То есть, вот, авторитетный источник, он для философии, видимо, не должен быть единственным. Не просто кто-то, кто-то сказал. Батя, короче, мне сказал, что Бог, он есть. У него, он двуедин, он двуедин, у него огромный, короче, молот, правосудие, соответственно. И вот как-то так. Нет, не так должно работать философия. Наверное, наверное, предпочтительно, да. И в Индии это тоже не так работало, и в Китае это не так работало. Да, ну, авторитет один из источников, конечно, везде. И в европейской философии тоже. Давайте признаем, что авторитет, более того, авторитет того же Аристотеля в средние века. Да, или наоборот, неспровержение авторитета Аристотеля уже в эпоху Возрождения, новое время, да. Это все очень важно. То есть сказать, что в европейской философии не было авторитета – глупость. Более того, еще большая глупость сказать, что индийские философы и китайские опирались только лишь на авторитет и не предлагали каких-то иных попыток что-либо доказать. Они предпринимали попытки, они разрабатывали системы, в том числе экологические системы, новые системы силогизмов, как в Индии это было вне сутрах, соответственно. Ну и так далее, так далее, так далее. Типа у всех должны быть так называемые универсальные ценности, философия, наука и так далее. Нет? Ну вот про науку я, например, не уверен. Опять же, все зависит от того, как мы термин наука используем. То есть, опять же, да, если вы используете термин наука в смысле, не знаю, определенной методологии, которая совмещает в себе эмпирические и рационалистические методики и подчиняется естественной установке, да, как я это обычно делаю, ну тогда наука – исключительно европейское явление, которое постепенно распространилось по всему миру. Окей, тогда да. Но если вы под наукой, не знаю, подразумеваете набор довольно абстрактных, непонятных, интеллектуальных практик, из которых потом следует какая-то, в общем-то, польза, ну тогда и у индусов, и у китайцев была, видимо, наука. Не, не у всех. Мы, допустим, в кавычках, научной традиции, мы вынуждены фиксировать свое внимание как на схожих моментах, они были, так и на разнице. Различия тоже были, они очень глубокие, непосредственно. Вот. Ну, у всех почему? В Африке там нет никакой философии. Ну, это ты так считаешь. А если спросить у панафриканистов, они, наоборот, изобрели всю философию, а потом европейцы как бы ее спиздили. Украли. Да, то есть, ну, если Египет это Африка, а он это Африка, да, получается, что так-то может быть и да. Может быть и да. Да, да. Потому что и в Египте была, судя по всему, очень развитая культура, как минимум. Очень сложные практики. Разные математические и практические заходы. Химия была более-менее развита, да, для того, чтобы бальзамировать трупы. Очень сложная инженерная какая-то деятельность, математическая тоже была деятельность, да, и греки ездили учиться у египтян. Я с трудом поверю, что египтяне принципиально не рассуждали на какие-то околофилософские вопросы из отрасли метафизики. Физики, физика тоже отрасли философии, этики, эстетики, возможно, ну, эстетика, наверное, нужно. А что считать красивым? Вот красивые пирамиды или некрасивые? Нахуй мы такую именно строим? Вот она нам нравится, не нравится? Величественная она или невеличественная? Какая она? Что с ней делать? Или она нейтральная? Или мы просто так заставили кучу народа таскать эти ёбаные кирпичи, и нам просто, ну, по приколу мы её так сделали? Мне действительно с трудом кажется, что они просто брали и такие, нааа, наа, короче, не будем об этом париться, пусть будет как есть. Вот. Ну и мне кажется, люди плюс-минус даже в ту эпоху, когда они не особо что-то записывали, всё равно пытались те или иные доводы под свои утверждения каким-нибудь образом вот подставить. Что, в принципе, уже можно считать философией. То есть у нас будет, с одной стороны, философия как продуктивная какая-то интеллектуальная деятельность, которая позволяет создавать концепты. А с другой стороны, всё равно всегда будет вот этот элемент, тоже он будет включён в продуктивную мыслительную деятельность, доказательности, с придумыванием новых подходов к доказательству того, что мы имеем. Чтобы более подробно, более хорошо, более эффективно убедиться в истинности наших положений. И, честно говоря, у меня нет никаких оснований считать, что оно было иначе. Просто потому, что каких-то хороших, качественных, философских источников до, блядь, Платона просто нет. Вы просто вот задумайтесь. У нас даже от Парменида досталась шизо-паэма. Шизо-паэма от Парменида. Шизо-паэма от Парменида. Ещё раз, да? Это текст очень плохой с точки зрения доказательной философии. Но, с другой стороны, у нас есть текст Платона, который называется Парменид, в котором изложена аргументация Парменида, и в котором Парменид побеждает Сократа Молодого. Что уже нам говорит о том, что, ну, вероятно, у Парменида тоже была аргументация неплохая. То есть, по факту мы могли бы сказать, что Парменид просто шиз, который стихи ебанутые писал. Но у нас есть чуть-чуть более поздний источник, который это как-то либо оправдывает, ну, как-то очень сильно оправдывает, либо действительно пересказывает аргументацию Парменида, во что легче, наверное, поверить. Вот. И до Фалеса, наверное, тоже были какие-то попытки что-то доказать. Ну, просто письменные источники не сохранились. Ну, мы, к сожалению, живём в мире, в котором тексты Платона и Аристотеля дошли до нас плюс-минус в достаточно большом количестве. И благодаря тому, что они дошли до нас в большом количестве, мы вот от них и имеем представление о философии. А то, что было до, ну, мы там представляем. Ну, допустим, Фалес там был такой, что-то доказывал, Аристотель и Платон его упоминают. Ну, да ладно. Ну, да ладно, видимо, они тоже были философами, получается. А вот до Фалеса и там в других регионах мы, как бы, те уже такие совсем уже ничего не понимаем, не принимаем. Но непонятно, правда, а с чего бы им не доказывать? С чего бы им не пытаться? Ну, я имею в виду не доказательства с помощью формальной логики, как Маргинал мог бы, да, сейчас сказать что-нибудь подобное. Я имею в виду попытки, там, не знаю, привести примеры какие-нибудь. Например, вот я беру камень, там сжимаю камень, я его не могу сжать, вода из него ничего, значит, наверное, там воды нет. Ну, это аргумент, ну, в каком-то смысле аргумент, допустим, да, вот аргумент против позиции, что всё состоит из воды. Ну, вот смотрите, я пытаюсь камень сжать, из него вода не течёт. Там, а кто-то говорит, смотри, смотри, уважаемый, вот я беру огонь, и вот камень, видите, он там, допустим, постепенно плавится и превращается в жидкость, допустим. А, а как тебе такое? Похоже? Похоже это теперь на воду. О, значит, камни тоже есть вода. И так далее, так далее, так далее. А потом человек говорит, который верит в то, что всё есть огонь, например, берёт и такой, смотрите, вот вижу, вы же её поджигаете, да, поджигаете. Значит, вот эта вот ваша вода, она же горячая, на самом деле, она вот такая вот, ну, типа, сейчас бы мы сказали, что это плазма, вообще-то, да, ну, то она огненную природу имеет, значит, всё есть огонь, наверное. Ну, и вот такими вот, не знаю, натуралистическими подходами они, наверное, тоже пытались как-то спекулировать. И я не верю, что с мифами это тоже происходило как-то не так. Просто вся доказательная, вся доказательная сторона мифологии находится для нас очень уж позади. Я даже более того скажу, вы посмотрите, как люди к религии относятся. К религии, к христианству. У христианства колоссальная доказательная традиция, которая тянется в века на протяжении огромного количества времени. Она тысячелетиями развивалась. Огромное количество теологов, огромное количество институтов, университетов там так или иначе с теологией, с этими факультетами, где христиане пытались доказывать свои положения в огромном количестве. Куча книг, куча комментариев и к Библии, и к комментарии к комментариям, комментарии там к отцам церкви, комментарии ко всему, что только можно придумать. Огромное количество людей просто вообще не замечают аргументацию христиан. Это христианство, самая модная, популярная, известная религия в мире. Самая распространенная. Огромное количество теистов просто не замечают. Просто глаза закрывают и ее нет. А теперь представьте то же самое, просто до нас не дошла определенная информация из далекого-далекого прошлого. Просто нет книг даже. С чего бы нам вообще представлять, что... Посмотрите, я вот смотрю и анализирую, как устроены мнения, как устроены разные позиции. Я замечаю, что те или иные, иногда логические, иногда софистические, иногда какие-нибудь другие материальные аргументы, люди, ну доводы лучше сказать, да, не аргументы, а доводы, люди приводят в поддержку своей позиции. Мне сложно представить себе ситуацию, при которой они бы этого не делали. Мне даже сложно мир представить, в котором бы они это не делали, да, такой мифологический мир, в котором все там летают на бабочках, там, пукают, не знаю, священными вот этими зефирками какими-нибудь, мы их все нюхаем и такие радостные там прыгаем, бегаем, а Девс на небе там летает, там Ртот, не знаю, Бог Ра, там, вот эти вот все пацаны небесные, они все такие классные, мы ничего не доказываем, даже там у нас никаких интеллектуалов, жрецов нет, которые что-то доказывают, даже никто не пытается, никому это неинтересно, всем просто плевать, все просто веруют, не с хуя, не с хуя просто веруют, вообще без попыток что-то доказать. Для меня такие представления о прошлом кажутся, наоборот, несколько сказочными, потому что если мы сейчас просто делаем некоторую ретроспективу назад, да, даже начиная ретроспективу от того же Платона назад, не обязательно от современности, но мы просто увидим, что огромное количество тех же древних греков пытались что-то доказывать, хоть неформально логически, но пытались доказывать, пытались пояснить, вот это вот так вот, потому что, потому что и потому что, вот как-то вот так. Ладно. Так что, честно говоря, мне бы хотелось видеть более широкие обозрения философии, если бы можно было достать какие-то древние источники, там индийской какой-нибудь, ну индийской интеллектуальной традиции, ну ладно, египетской, простите, я оговорился, египетской интеллектуальной традиции, может быть, африканской интеллектуальной традиции, может быть, шумерской интеллектуальной традиции. Я почти уверен, что мы смогли бы там добыть то, что мы бы смогли назвать философией в двух смыслах. В первом смысле продуктивная мысль, ну она, скорее всего, везде была, и мифология это тоже продуктивная мысль получается, так и мысль, которую пытались доказать так или иначе.